Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех на своём канале. И у нас сегодня вот такой вот небольшой, лёгкий видос по поводу того, что происходит, ну так скажем, вообще с Ютубом и у меня, короче, работает. Я понимаю, что для топовых блогеров такая цифра мало что значит, и в принципе для каналов-миллионников они в принципе набирают такие просмотры каждый, ну под каждым своим видео. Но для меня эта цифра очень важная, потому что это первые мои 500 тысяч просмотров, это общих просмотров я имею ввиду с канала. Которые есть, которые вы посмотрели, грубо говоря, вот. И на самом деле я очень этому рада. И да, это конечно грустно, что за там 2-2,5 года весь канал набрал такую сумму, но что есть, то есть. Ну, просмотры все мои, и как бы, почему бы повод не порадоваться? На самом деле я эту цифру ждала очень долго. Но давайте вернёмся к немного другим новостям по поводу Ютуба, по поводу багов, о которых сейчас все говорят. И первый баг, о котором начал говорить Ларин, причём начал он говорить, мне кажется, даже с лета, о нет, даже раньше, чем лето, он говорил то, что не приходят уведомления, то, что просмотры неправильно засчитываются. Кстати, об этом говоря, говорила ещё и Катя Клэп. Под сейчас эту тему подхватили очень многие блогеры, я знаю, что Вечный снял такой видос. Ещё один блогер с труднозапоминающимся именем. Ну, грубо говоря, так оно и есть. Действительно есть такой баг, то, что если зритель вдруг ставит колокольчик, ну, то есть оповещение на любимого блогера, многим оповещение просто не доходит. На самом деле мне очень многие, мне и дети, и более взрослые люди писали, что просматривая мой канал, им не приходят уведомления. И многим даже в виде не выскакивает вот эта вот цифра, то, что видео новое появилось на канале, и многие не знают просто, что с этим делать. Поэтому многие просто вручную заходят и смотрят. Также что происходит? Происходят очень большие отписки у очень многих блогеров, и об этом первый клич забил Ларин, потому что он очень часто жёстко следит за своей статистикой. У меня тоже происходит ряд отписок, но он как бы не особо такой существенный, и мне кажется, что, скорее всего, в моём случае люди отписываются не потому, что это баг Ютуба, а, скорее всего, потому что видео просто могут не нравиться. Но я поэтому тоже вас прошу, и спасибо, кто это делает, кто мне присылает сообщение, что типа я не получила оповещение там или ещё что-то, или как-то Ютуб от тебя отписал. Кстати, на самом деле, это очень большая проблема, когда Ютуб отписывает от какого-то блогера. Этим страдает также ещё и вещь, про которую я говорила. Поэтому, если вдруг что-то не так, вы пишите мне в личку, мы с вами обсудим, решим какие-то проблемы, потому что мы уже, многие блогеры уже написали в Гугл, написали по поводу этой проблемы, что она действительно есть. Вроде бы как, Гугл сейчас с этим разбирается. Но решения точно никакого никто не может сказать по этому поводу и дать каких-то объяснений. Но что есть, то есть. Есть ещё один баг Ютуба, про который также много кто говорил, но меня он меньше всего касается, потому что это связано с мантинизацией. У меня мантинизация не стоит на роликах, и мне, в принципе, это не особо важно. Единственное, что перед тем, как я заливаю видосы на свой канал, я обязательно смотрю по поводу авторских прав. Нарушаю я их, не нарушаю, именно по музыке. И если вдруг я их нарушаю, то, конечно же, я меняю музыкальную композицию, чтобы потом, в дальнейшем, когда я подключу мантинизацию, чтобы ролик мантинизировался. Такие-то странные говорят слова. Ну ладно. Дело в том, что у тех, у кого ролик мантинизируется, у них стоит такая таблетка, многие называют таблетка, там, или жёлтый кружочек, и он говорит о том, что данное видео мантинизируется. Но если вдруг что-то не так случается, этот ролик, эта таблеточка выпадает, и ролик перестаёт мантинизироваться, и на этом данном ролике никогда больше не будет рекламы. В принципе, здесь тоже многие говорят, что это баг Ютуба, потому что многие блогеры столкнулись с этой ситуацией, и так получилось, что... И как многие сказали, что Ютуб снимает эту жёлтую таблетку абсолютно рандомно, и это может случиться у каждого блогера, то есть с какого-то момента могут видео не мантинизироваться, хотя причин тут никаких не может быть. И вот пока так штормит Ютуб, я, скорее всего, не буду подключать мантинизацию, я прекрасно вижу, что мне пишут с партнёрок, я просто хочу это сказать уже на видео, потому что очень много сообщений приходит. Я знаю, какие партнёрки мне пишут, я прекрасно прочитываю все сообщения, которые они идут, не только мне вконтакт, но на Ютуб. Я просто хочу сказать с видео то, что, ребята, не надо мне писать, я всё прекрасно вижу, когда я решу уже подключать реальную мантинизацию, когда Ютуб перестанет, ну так вот, сильно приштармливать, то, скорее всего, я сделаю. Но на самом деле я рассматриваю больше всего Этсенс, то есть партнёрку напрямую с Ютубом без участия в партнёрских сетях, которые у нас только есть. Что бы мне ещё хотелось рассказать в этом ролике, я понимаю, что он получается такой короткий. Мне очень важен фидбэк от зрителей о том, что вы думаете по поводу контента. И я стараюсь общаться со зрителем уже напрямую, непосредственно в сообщениях ВКонтакте. Поэтому, если вдруг у вас пришла какая-то идея того, что вы хотите снять, что вы хотите сделать, что бы я сняла, вот, я прошу всех писать в комментарии ВКонтакте. Ссылка в описании, как обычно всё. И очень многие хотят получить какой-то комментарий у меня по поводу того, что я думаю про уход Марианны Ро с Ютуба. Я об этом уже чуть позже расскажу. Да, у меня есть что сказать, и есть свои мысли, которые, ну, которые, может быть, мало кто озвучивал, но я их потом расскажу. Поэтому пока вот такие вот новости. Я очень-очень рада, что у меня идут просмотры. Большое вам спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю. Подписывайтесь на канал, если вдруг это видео вам понравилось, или другие видео вам понравились. Я вас всех очень люблю. Всегда вашего Роман Таше. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok